Утренний лайф Утренний лайф Утренний лайф Хорошее попадание в нишу Странно, что не появилось Копии, не появилось, скажем так Номера 2 и номера 3 Потому что есть Определенные провалы В рамках этих, соответственно, провалов Хороший продюсер должен был бы выбить Сергея из этой ниши Вот оно как Выбить из 65 тысяч пришедших на концерт? Да, конечно Ну потому что Дело все в том, что любой бренд В том числе, которым является Сергей и группа Ленинград Он имеет цикл своей жизни И там Когда мы говорим про 65 тысяч То есть Да, понятно, что это достаточно долгая работа У него были спады Как раз до этих 65 тысяч И если бы существовала Группа номер 2, 3 В этой же нишевой категории То в 65 тысяч не было бы Вот и все А поскольку продюсеры и группы Которые не стали как бы соревноваться Вот поэтому Сергей единственный на Олимпе Другое дело, что Единственный на Олимпе Это всегда плохо По причине того, что Ты начинаешь исписываться А когда ты исписываешься То падение будет хуже Чем если бы у тебя была какая-то конкуренция Поэтому я вот С точки зрения как раз брендованности Да, хорошо, все отлично Пока даже ряд скандалов Которые делаются искусственно Они логично вплетаются в канву Но пока вот Как музыкальный материал Не могу его оценивать Потому что Как мне казалось И кажется, наверное, до сих пор Поскольку я все-таки Рокер старой волны Все-таки рок должен быть Более острый Более, скажем так Не столько Можно уходить в ту лексику Которая у вас красиво висит сверху Причем у вас лайтовая часть Этой версии Но Это просто я скажу нашим слушателям Что у нас висит Такое объявление Что какие слова нельзя использовать В эфире Мы не будем сейчас их зачитывать Да, зачитывать не будем Просто Те слова, которые используются В песнях Сергея Шнурова Здесь не указаны Поэтому вот Ну некоторые присутствуют Ну это редко Понимаешь, это лайтов Вы просто с другой стороны Сейчас вам поверну И вы увидите Я вот слушаю вас сейчас, Дмитрий Думаю, что надо Шнурову Как у нас в политике происходит Так же, наверное, поступить Знаете, есть такие вот Это проект Кремля И мы на то же какую-то группу выдвинуть Такую, чтобы она отстягивала Нет, в целом это абсолютно правильно То есть если говорить С точки зрения коммерческой части То ему, как продюсеру Нужно создать клон Который якобы С которым обязательно ссорятся Обязательно должны быть Публичные разборки И которые потом уже Один бренд, соответственно Увести вниз А потом поднимать И тогда Ну поскольку Сережа тоже Человек немолодой И он не всегда сможет скакать По сцене Он пять лет сам себе отмерил Пять лет он сам себе отмерил До пятидесяти Ну, это может все оказаться Существенно короче Потому что есть еще экономика Которая накроет И просто-просто не будет Слушателей Которые покупают билеты За такие деньги Поэтому я бы вывел бы Вот это Второй, третий эшелон Я бы вывел бы Ну вот еще одна тема Которую мы сегодня обсуждали Конечно, с нашими слушателями Это тоже Она тоже связана с темой Как удержаться на пьедестале Каррера Которого Убрали Из команды Выиграл И все на него Молились Два года назад Стали чемпионами России Впервые за 16 лет И Все безумно радовались А сейчас все как бы Списали Но тем не менее Болельщики жалеют Насколько нам стало известно За кадром Нашего эфира Вы, Дмитрий, не болельщик Я не могу сказать Что я болельщик По причине тоже Очень сильно близко К экономической Дело все в том Что тот клуб По которому мы говорим В очень далекие-далекие годы Я завозил сюда Как раз тот самый Акай Огромными И футболисты этого клуба Бегали именно с надписью Акай И там Госпожу Смородскую С кой мы работали Я знаю лично Извините С 90-х годов Поэтому Вот Я зачастую Болельщик Знаете Мне нравится Как играет у нас Вот прямо под окном Школьная Футбольная площадка И когда детишки Искренне рубятся В футбол Я болею А с учетом того Что ты знаешь слишком много То есть Крайне редко Я вижу Когда есть Искренняя Рубка Именно Спортсменов А не Ну даже Тот проигрыш Того же Спартака Если не изменяет Клубу Ахмат Да Поправьте меня Да Меня терзают Смутные сомнения Как это говорят Чисто экономически Когда клуб Ахмат Играет многих Терзают смутные сомнения Поверьте И тогда вопрос Мы на сделку С совестью Как болельщик Идем То есть Чистый спорт Остался тогда Когда я приезжал В республику Украина И Мой дед Царство ему небесное Это были там Восьмидесятые годы Мы смотрели Как играл Там Черноморец С Динамо Киев Ну слушайте Но все равно Вы же болели Наверное за сборную Во время чемпионата Только не говорите Нет Не поверю Или скажите За какую Нет Я вот Как раз Мне было Мне хотелось бы Чтобы наши Сыграли лучше Но Я прекрасно понимаю Что вот все Что касается спорта И в том числе И нашей сборной Они сделали То есть Им там Фортануло Или не фортануло С точки зрения сетки Они неплохо Действительно Сыграли Но это не является Системным Но это не является Не совсем являлось Футболом Это не футбол Да Это не совсем Про футбол Потому что Вот поскольку Как так получилось Что я в общем Почти профессиональный Спортсмен Значит До тех пор Пока не существует Системы В системный Системный выигрыш Или системный Проигрыш Для меня Не является Приемлемым Потому что Вот там Проигрыш Условных вылет Там немцев И всех остальных Должен Может ли он существовать Да Может Но есть Такая фигня Вот немцев мало Но системно Они делают Все виды спорта Вот мы там смотрим Они вот прямо Как машина Работают Работают Ну сейчас из лиги нации Вылетели опять Это не фатально Они могут вылететь И влететь Но у них есть Система По поводу системы Мы здесь Сцепились Несколько эфиров назад С нашими слушателями Потому что По поводу Мутко По поводу возвращения Мутко Потому что Let's speak from my heart From your heart I'll be back Вот Потому что я говорю Что возвращение Или не возвращение Это ничего не изменит Потому что Надо менять систему Дайте мы сначала Со строителями разберемся На что на меня Конечно набросились Потому что Сказали что он мог Изменить И на самом деле Во многом И во многих бедах Нашего спорта Виноват он Потому что Он эту систему Не пытался Каким-то образом С ней бороться Как бороться с системой Давайте сначала Разберемся А почему у нас Вообще есть Министерство спорта Вот С какого перепоя Потому что Мы много обсуждаем А почему В проклятых буржуинах Нет министерства спорта И у них Как-то все складывается Может быть Хочется сказать Коллеги А может нам Разогнать 99,9 в прогрессе Министерств и ведомств Которые попросту Отжирают деньги Налогоплательщиков Потому что Касаемо Вот если мы говорим Про российский футбол То искусственное Отсутствие конкуренции Все то же самое Поймите Все Про образ экономики Это может не нравиться Но это является экономикой Когда вы Искусственно Убираете Конкуренцию Среди Игроков Которые начинают Получать запредельные бабки На ровном месте На трансфертных Играх Из-за легионеров Конечно Из-за легионеров И когда у вас нету Огромного количества Спортивных школ Которую строят Построил единственный Господин Галецкий Сережа Галецкий Который как раз Сфера ритейла При этом Что мы сделали Что сделали наши чиновники То есть у нас Чемпионат мира Где прошел А прошел ли у нас Чемпионат мира На построенном Не пошел Чемпионат мира На построенном Сережа Галецкий Прекраснейшем Просто лучшем На мой взгляд Стадионе Не на стадионе На котором Попилены деньги А на котором Есть Хорошо организованные Как спортивная Детская школа Как сам стадион Как прилегающий Парк Соответственно Что сделали Наши чиновники Они просто тупо Попилили бюджет Поэтому когда мы Говорим о том Как менять систему То нам Нашим согражданам В том числе Не обязательно Я не только про спорт говорю Вы понимаете Это естественно Да в целом Нашим согражданам Мы много говорим В этой студии Надо понимать Что такое гражданское общество Гражданское общество должно Говорить те запросы Которые оно хочет Оно должно хотеть На мой взгляд Не смены Мутко На бензя Потому что Я предлагаю Вот в целом Если заменить Мутко на бензя Он тоже по-моему У него другие фразы Я к сожалению Плохо знаю английский Их английский вернее Что-то там было такое Да Что-то там Федерейшн Что-то такое Он как-то у него хороший Английский язык Надо его все-таки Наверное В образование поставить Чтобы он Наконец-то Как вот был Бонг А вот у нас будет Соответственно Учебник по английскому Мутко И на бензи И чтобы наши дети Все-таки знали Истинный английский Вот Поэтому Их можно как угодно Поменять В данном случае В борделе Не надо менять девочек Надо просто бордель снести И наконец-то Завод построить Да Дмитрий Ну вот вы говорите Разогнать министерство Наконец-то Построить что-то другое А у нас гражданское общество Это сформировалось Для того чтобы разгонять Министерство Вот невозможно Плавать Научиться В сухом бассейне Да Придется нырнуть И скорее всего Очень больно удариться И осознать Что ты не готов Здесь и сейчас А потом начать учиться Здесь и сейчас По-другому не существует Это как раз Какая-то утопичная модель Нет Это единственная модель Которая существует Мы детей с вами Нет Я имею ввиду Вот в будущем Нет А кто Кто этим займет Каждый гражданин Должен заниматься Осознать что президент Это он Это я понимаю Да Но министерство Никто не разгонит Вот Они сами распадутся Они сами распадутся Я понимаю Да Они распадутся Потому что Экономика Уже не выдерживает ничего Потому что Вот это Так называемая Государственная огрузка Ну в кавычке Государственная Потому что Государство В том виде Которого мы его понимаем Его не существует Вы понимаете Что это может тянуться Веками Нет Это не может Экономика Как это Экономика фест Потому что Мы являемся Таким боковичком Таким аппендиксом Мировой экономики Что Вот цены на нефть И изменения Которые происходят Глобальные Напомню К 50-му году У нас останется 132 миллиона У нас демографические ямы Мы вымираем Мы стареем А у нас И это уже неизменимо То есть То что мы К 50-му году У нас станет 132 миллиона Даже если мы сюда Всю в Азию Завезем Это не поменяется У нас Естественная Убыль населения Все так называемые Программы Демографии Направлены на женщин Хотя извините Это никакого Отношения к вам Лично персонально Не имеет Но они должны быть Направлены на мужчин Конечно Мы даже не сопротивляемся Просто некоторые Начинают воспринимать Это очень лично Я сразу Объясняю Что Извините Вам не от кого рожать Упрощенно Просто физически То есть Если мы хотим Что-то изменить В демографии То есть Женщина одна Не может Либо мы должны Тогда Искусственное Оплодотворение Узаконить И как в Штатах Продают пробирки Со спермой Тогда вот И женщины должны Почему-то решить Что они будут рожать От неизвестного донора Ну тоже какая-то Бредеткина такая В неполные семьи Будем растить Поэтому вот Эти Неизменимы Вне зависимости от того Кто встанет сегодня у руля Даже если пофантазировать Мы тут Произносим фамилию Навального Естественно Многие же говорят Вот Навального поставим Все будет хорошо Нет не будет хорошо Потому что демография Вещь неизменная Даже если вы меня поставите Вот к 50-му году У нас станет столько Сколько есть Все Потому что сейчас Рожает Последнее Сейчас выходит Вот в этот Фертильный возраст И рожает То поколение Которое последнее Помнит Условно говоря Советский Союз Следующее поколение Там идет провал Там прям такой Очень хороший провал И это Это базовое И это не зависит от того Что напишут наши радиослушатели Вот Мы Вымираем Я несколько лет В Европе другая ситуация В Европе Ситуация Она Демографически Несколько другая Она более сглаженная Самое основное Что чего у них нет То Им не нужно Исправлять экономику Потому что Для того чтобы Исправлять экономику Нужно другое поколение Вот Это Это крайне важно Потому что Наша экономика Это вот Реальный такой аппендикс Мы как сидели на этом Нефтегазовой Игле И сидим И никаких мер Не предпринимаем И предпринять не можем По причине того Что реально Как говорится Экономика рулит Изменение Экономических Ипостасей Приведет к политическим Изменениям А те кто уходят Находится у власти Им это не нужно Их все равно Чем сильнее Они закручивают гайки Тем быстрее Это их сметет Но тем не менее Поменять свою парадигму Они не могут Они умеют только Отнимать и делить У них логика такая Все Невозможно крокодилу Научить летать Вот вы хоть на уши Встаньте Им всем уже За 60 Они уже давным-давно Должны Даже по новому закону Выйти на пенсию Вот у нас Наш любимый Обожаемый президент Он же пенсионер То есть вы полагаете Все таки Что именно Ну относительно Высокая цена На нефть И является причиной Того что у нас Не сформировалось Гражданское общество Тут две причины Значит первая причина Что это не Это не нефтегазовое проклятие Потому что у вас Может быть много денег И вам ничего Не хочется делать Но вы технически Вам не там Не три года Вы же можете Осознать что Вот эта история Тупиковая И начать работать На какое-то Ваше будущее поколение Потому что Вот то что Как мы себя ведем Из года в год Из поколения в поколение Что очень важно То есть мы не меняем Своё как гражданское общество Своё поведение Мы ведем Мы ведем Что после нас Хоть потоп Ну а мужик не перекрестится Пока грома не греет А это Ну почему это к нам относится Ну то есть мы Мы что такие шизофреники Вот у нас Проживает там 7 миллиардов Нас Говорящих на кириллице Всего там 300 И мы Причем у нас Получается очень странная история Нас тут всего там 146 миллионов Еще приблизительно Столько же проживает За нашими границами Они какие-то другие У них Вот Наши же сограждане Когда туда переезжают В эту проклятую буржуиню Они Что с ними становится Они почему меняются Почему они по-другому Начинают мыслить Слушай Тем не менее У нас проклятый телевизор Все равно побеждает Холодильник Проклятый телевизор Побеждает Потому что мы этого хотим Ну вот Я дико извиняюсь Вот все говорят Там Вот Это правда Что вот условно говоря Мое появление там Вчера на 60 минут Это там топовые просмотры Я Мой условный там Ютуб канал Это так Ну фигня Но есть там 280 тысяч Там можно сделать ролик Который будет 6 миллионов просмотров Может Но я всегда задаю вопрос Слушай дружище У тебя вот Большой палец От пульта что ли Прилип на первой кнопке То есть телеканала Культура нет Вот прямо вот все То есть ты смотришь Первый, второй канал Потому что Не знаю Тебя пытают Потому что прет от этого Людей Все правильно То есть прет-то почему Потому что Собственной жизни нету Почему вот Дом 2 хорошо заходит Потому что Собственной жизни нет И ты живешь жизнью Татья Герой Почему заходила Хорошо Санта-Барбара Опять-таки Ты не своей жизнью живешь Ты живешь чужой жизнью Потому что Своя жизнь Это вот та самая матрица Которая мы фильм Вроде казалось бы Он такой футуристический А это та самая матрица Когда ты с одной Причем она матрица В твоих руках И ты понимаешь Что если ты глотнешь То окажется Слушайте подождите У нас тут развалины Развалины Нью-Йорка Машины тут кругом И все в дерьме А вот если ты будешь По-прежнему сидеть В этом анабиозе Который воткнут тебе Там в шею Или в вену У тебя все хорошо Но зрелища для этого И создаются Во многом Они создаются Но ты же Лицо-то имеющее Право выбора Правда? Конечно Ты можешь же Правда его не смотреть Вот у меня Могу сказать У меня в квартире В каждой комнате Даже в туалете Есть телевизор В каждой комнате Канал культуры везде? Нет У меня пять лет назад Сломалась антенна И вы знаете И сразу как-то Изображение прочиталось Я и до этого Не сильно смотрел То есть у меня в кабинете Хороший большой ящик Стоит Я смотрел То есть я когда работал Я смотрел Евроньюз Причем на беззвуки То есть там что-то Картинка менялась Если вы знаете Формат Бывший формат Евроньюз Он был такой Что там по сути дела 15-минутные новости С очень небольшой ротацией То есть я видел Что-то по картинке Как-то новости какие-то пошли Там или бегущая строка Я раз и включал Все Евроньюз С нами смотрит Предприниматель Дмитрий Потапенко Да Ну сейчас они по-другому Как-то у них О да Там такая бегущая строка Что лучше ее не читать Я поэтому не читаю Да Сейчас я не смотрю Ну что гештальт Ты будешь закрывать Да Давайте закроем гештальт Вчерашний Потому что мы тут Сцепились Сцепились все Проблемы самозанятых И Ну давайте А что сцепились Насчет чего Насчет чего Потому что Платить им налоги Или не платить Платить налоги Или не платить Потому что у нас Абсолютно разное мнение На этот счет Потому что Мне например Я вас помирю Давайте Вот давайте Вот вы Я вас помирю Сначала давайте напомним Что вообще произошло Если кто-то пропустил Андрей Михайлович Святой человек Предложил Штрафовать Людей Которые Самозанятые На Если они Что-то не там Не так правильно сидят Не так свистят На весь объем дохода Ну сначала на 20% Подождите Да ладно Это не пугайте Андрей Михайлович Я считаю Святой Надо было Расстрелять Поставить в конце Чтобы третий раз Расстрелять Сжечь И пепел рассеять Мне кажется Что это было бы хорошо Я вообще могу Писать замкан проект У вас да Получится Да вообще Просто на раз-два По степени бреда Я думаю Что я бы Честно говоря В конве Да В конве был бы Так Я говорю Есть какая-то В определенной степени Понятное дело Что там это Очередное Коллеги Вы извините Что я вас сейчас Перебью Я не готов Расценивать Как вы деретесь Знаете Нет Почему Нет Вот смотрите Дело все Я могу остановить Ваш спор На самом начале Самозанятых В природе не существует Совсем Вот именно Это я хотела Нет Их вообще не существует С точки зрения Законодательства Самозанятых Не существует Значит Поскольку Прежде чем Определять Как их штрафовать Или кто Что там Надо определить Кто это Что это за персонажи У нас есть Статья 83 Налогового кодекса И статья 217 Налогового кодекса В этих статьях Описано Порядок Там Порядок Исчисления И постановки Но не написано Ни в одной статье Ни налогового кодекса Ни какого-то другого Что это за зверь Самозанятый Это то же самое Как мы с вами Сейчас Начнем Вот Я переведу Все в простое русло Начнем с вами Оценивать Объем воздуха Вот я скажу Товарищи Давайте потратим Кучу народного бабла На создание Приблуды Которая будет Регистрировать Воздух Физик скажет Подождите Мы что регистрируем Объем Химик скажет Подождите Мы говорим О химическом составе Там Другой скажет Теплопроводность Или еще что-то Сначала Простите Определите Что такое Самозанятые А потом Определите Что вы от них хотите Денег Чего Это все замечательно Для того что Здесь задача Извините Вы не то обсуждаете Задача Этого Этой все Приблуды Попилить бабло На создании Приложения Попилить бабло На создании Дополнительных Рабочих мест Потому что Взыскание Любого налога Или взыскание Любой требы Это колоссальные Затраты Из денег Налогоплательщиков Точка Поэтому Сейчас То что происходит На ваших глазах Вам просто пускают Пыль в глаза И говорят Давайте пообсудим Что обсуждаем Вы сначала Вы извините За колоссальные бабки Уже создаете То есть Вы тратите Деньги налогоплательщиков На создание Приблуды Не определив А что же мы с вами Оцениваем Хочется сказать А где у нас Генеральная прокуратура Которая задает вопрос А что у нас Нецелевое расходование Денежных средств Из бюджета происходит Вы очень много Хотите А я Хочу Простите Как налогоплательщик Задать вопрос А что это у нас Правда Расходуются средства На то что мы еще Законодательно Не определили Ну Помогите Людям ответить На вопрос Который вот Сейчас Давайте Очень распространен Почему одни Должны платить налоги Другие не должны Давайте обсуждать Действительно уход От налогов Давайте В любой форме Значит у нас есть Соответственно Соответствие По моему О господи Чтобы не вылетело Из памяти То ли 127 Статья налогового кодекса ЛПХ Личные Подсобные хозяйства Которые освобождены Являются Находятся На Налоговое обложение То есть они Не имеют Нулевое налоговое обложение Так что Вы сильно Опоздали по времени Так что у нас Не все должны платить То есть у всех Должен быть Разный Налоговый режим Это абсолютная Норма Но налоги Должны платить все Нет Еще раз говорю ЛПХ не платят Еще раз говорю У всех разные Но они платят Все равно Какие-то Вообще никакие Нет ЛПХ Еще раз говорю Личное подсобное хозяйство Налогов не платят Это нормально И когда мы говорим Что такое самозанятый Самозанятый Это не налоговая база Для граждани Для государства Самозанятый Это создатель труда Он не отбирает Вы вспомните Главное что он нас не отбирает Он не отбирает Работу социальных служб Он не отбирает Работу службы занятости Вот что он нам дает Вот он просто физически Сказал Я самозанятый Не заработав ни рубля Он нам принес Колоссальные деньги В карман Нам с вами лично Ну смотрите Да Вот помимо этого Плюс еще возвращается Все таки Если когда человек живет На территории той страны Где он работает Неважно самозанятый Или нет То есть понятно Он все равно Снимает жилье Покупает продукты Он платит налоги Ну а если он живет В другой стране Таким образом И сдает здесь квартиру Подождите Это уже не самозанятый Мы сейчас вообще говорим Об уходе от налогов Пытаемся разобраться У нас есть две вещи Про самозанятых Самозанятый есть Я тоже являюсь самозанятым Вы платите налоги? Подождите Вот это я буду раздел Значит у меня есть Я как предприниматель Плачу налоги Самозанятый Если мой контрагент Например Это как в качестве Частной консультации Или в частной Там если я нахожусь В совете директоров Он принимает решение Что ему дорого А потому что Если он меня примет В штат Он будет платить Еще полтора процента Там на 50 процентов Больше почти Это его решение Я говорю Все что касается Уплаты налогов Я не налоговый агент Платишь ты Решает он Это его решение Не мое Значит Это первая часть Самозанятых Имеет на это законное право Вторая Вторая важная часть Это как раз люди Которые обеспечивают себя Трудом То есть это нянечки Там не важно Журналисты в том числе То есть имеют на это законное право Соответственно Должны ли быть у них налоги Еще раз говорю Учет Этих самозанятых И создание всяких приблуд Это прямой экономический ущерб Экономике России Все что до оборота До 60 миллионов в год То есть 5 миллионов в месяц Все что должно знать Об этом государство То что вы существуете Потому что учет всего остального Это колоссальная административная машина Потому что не надо вводить Никакого нового самозанятого ИП когда организовывалось Оно было Для этого и ссорформировано Об этом мы после рекламы Предприниматель Дмитрий Потапенко В студии Серебряного Дождя И еще раз доброе утро Утренний лайв Дмитрий Потапенко Предприниматель В студии Серебряного Дождя Я хочу нашим слушателям сказать Что мы Дмитрия попросили Немного задержаться сегодня Дмитрий останется также На полчасика буквально У Никиты Неблицкого В программе Мужские игры Через 25 минут Утренний лайв на Серебряном Дождя И доброе утро И Дмитрий Потапенко С которым мы пытаемся спорить Но с ним пожалуйста Не просто Ой не просто Ну смотрите Вот на наш портал 7903-797-6333 Пожалуйста ваши вопросы Ну а как вы думали? Отлично Та же каждая смска Всего полторы тысячи Половина идет мне Остальное идет ведущим Так что Так что пишите больше Пишите больше Каждая букву по 10 рублей 730-101-495 Код Москвы Ждем ваши Ждем ваши вопросы Добрый день Разве те же нянечки Не должны платить налоги На соцобеспечение Типа бесплатной медицины Это же закон аргументирует Каким-то образом Выпрашивает Руслан Сыктывкара Значит Касаемо Вот вы можете дополнить туда Дороги Медицину Школы Пенсия Минимальная хотя бы Да все остальное Значит есть маленькое но Значит В продуктах Лежит ваш платон Топливо и все остальное Медицина лежит В лекарствах В одежде И во всем остальном Поэтому Они за это платят Еще раз Осознайте простую вещь Сначала Поймите Что они Вам дают До того Как они Стали приносить Труд Потому что Что дает нянечка Она сначала Дает труд Вот как только Она сказала Я самозанятая Она вам дала Офигительное количество Денег Она вам сократила Сотрудников Всяческих Органов Которые Ее перестали Учитывать Все Вот как только Вы начнете понимать Что есть Даже в вашей голове Должен быть баланс А вы Продолжаете Мыслить Задавайте Вопросы Вот тем самым Бандитским Обычным методом Бандиты 90-х Чем это Не сильно Отличаются От существующих Они говорили Ты находишься Это те же люди Ну то что они Те же люди Это понятно А то что они Подходили Это моя территория И ты мне За это платишь Это теория Стационарного бандита Это экономическая теория Если вы думаете Что наши власти Действуют Как-то вот Они действуют Уникально Созданное Российское государство Это некая Уникальная Структура Что такого Никогда Это все существует Как в экономической теории Так и в экономической практике Вопрос у меня Если люди Начнут сами Оплатить свои налоги Голова встанет на место Ну это будет Один из важных шагов По крайней мере Вы начнете чувствовать Почему Вот Многие Не понимают Не очень нравится Нашим приехавшим В штаты Когда Цена за товар Например 100 долларов А потом они приходят А на кассе там больше Потому что в каждом штате Налоги считаются отдельно Я считаю Что это очень правильно Почему у нас Не введена такая система Кто Система такая Кто Кто сделает это Да Ты же пойми правильно Вот ты сейчас Разрушаешь государство Ты что творишь Я пытаюсь его Немножко отформатировать Нет Ты его пытаешься разрушить Потому что если Сейчас будут приходить Например за бутылкой водки И покупать водку И будет осознанно Что в бутылке водки Там за 200-300 рублей 30 рублей Это водка А остальное Акцизы То есть ты приходишь В магазин Там магазин накрутил Свои условные Говорят Они много Чистая прибыль Магнита Колеблется В районе 5% Она меньше Даже чем При советской власти Была установленная Чтобы вы знали При советской власти Была установлена Норма прибыли У магазинов Вот магазин Будет накручивать А остальное Акцизы Вы приходите Покупаете бутылочку Водки За 30 рублей Приходите на кассу Вам говорят 305 Ну и тут как бы Люд должен подумать И тут ты тут скажешь Подождите Минуточку А вы что Оборзели А вам ГВК Тут говорят Подождите А вот это акциз 100 Все 5 10 И люд Тут Точно так же Вы приезжаете На заправочку Вот сейчас Прямо здесь Сейчас нас слушает Большое количество Автомобилистов Приезжаете на заправочку 40% там топлива А остальное Акцизы Точно так же Подходишь Оплачиваешь Там Сейчас он Бензинчик Там у нас в районе 40 рублей Ты приходишь Оплачиваешь 20-ку А тебе раз Выкатывают И говорят Бензобак У вас там Стоит 3000 Подождите Вы говорите Минуточку Я же должен 1000 заплатить А тебе говорят Нет дружок 1000 Это нам Мы конечно Проклятые Нефтяные компании Там Окологосударственные А остальное Это типа Вот туда Представляете Что произойдет Вы сейчас Только что Начинаете Разрушать Прямо своими руками Я просто спросила Нельзя Хорошо молчу Этот вопрос Надо запретить И внести в список Никогда Ни при каких Обстоятельствах Не делайте А вот вопросы От наших слушателей Мы не запрещаем Поэтому если вам Есть что сказать Ну потому что Их не уволят Серебряного дождя Конечно 730-101-495 Код Москвы И это уникальная Возможность Прямо сейчас В нашем эфире Да и такой вопрос Как вы думаете Когда самозанятые Пойдут в черный нал Они уже там Ну а конечно они там Это странно Потому что 900 с чем-то человек По-моему Нет 2149 Это не принципиально Вы не ошиблись А государство Не введет процент На обналичивание средств Ну по-моему Уже есть какой-то Значит Дорогие мои хорошие Слово Обналичивание Не существует Опять-таки В соответствии С российским законодательством Я понимаю Что вам нравится И мне нравится Сервис карты И перевод С карты на карту И со счета на счет Значит в соответствии С российским законодательством Приходите в свою бухгалтерию И пишите Хочу получать деньги В кассе С своего родного предприятия Никто Никогда Ни при каких обстоятельствах Вам не имеет права Этому отказать Даже если вы работаете В супергосударственной организации Можно поднять А если вы сделаете это массово В супергосударственной организации В соответствии с российским законодательством Вы дойдете Суд примет Не только вашу точку зрения А если вас попытаются уволить Еще и восстановят Потому что Еще раз говорю Так называемые Безналичные деньги Это Всего лишь Прихоть Не более того Давайте попринимаем звонки Да 730 101 Доброе утро Здравствуйте Добрый день Да Термин Потому что Мы пока обсуждаем воздух А что такое воздух Мы не знаем Правильный вопрос Всегда Запомните Выжигайте Где-нибудь себе В душе Налог Это покупка Любой налог За что бы то ни было Это всегда покупка Поэтому Сначала Сначала Те Те Кого мы наняли Формально Как гастарбайтеров В виде чиновников Должны Обрисовать Инвестиционный план Что товарищи Самозанятые Вам будет Вы будете получать Такую-то дольку Там условно говоря Медицины Там Детских садов Якобы Которую вы сейчас Не оплачиваете А вы на самом деле Это оплачиваете Вы будете получать Больше Чем получаете Сейчас И тогда мы с вас хотим получить 4% Только у меня есть рацуха Знаете, при советской власти было такое слово Рацуха, распредложение Не надо вводить новые налоговые режимы У нас есть для этого образовывалось ИП Но только чтобы вы понимали, как ИП извратили полностью Ну, я так уж, извините, получилось Я старый пердун, значит, первое акционерное общество Закрытого типа я регистрировал в лохматые годы Значит, раньше я мог заполнить налоговую декларацию по ИП самостоятельно Не потому что у меня там степени MBA Не потому что у меня есть там сертификаты ПСО, ГАП и всему остальному А потому что это была примитивная отчетность Это задача была ИП, функция ИП Сейчас у стандартного ИП 26 форм отчетности 26 Это нереально То есть у вас, что это приводит? Это приводит к тому, что у каждого из нас, у кого есть ИП Это приводит к увеличению стоимости Которой абсолютно никакого отношения к качеству услугу К самой услуге не приводит У вас есть минимум сидит бухгалтер У вас минимум сидит юрист Рацуха заканчивая, соответственно Упростите формы И не надо никого вводить Просто сделайте УИП, пусть будут те самые 2,5% И самозанятым дайте эту возможность регистрироваться Да, и юрист, и бухгалтер потеряют работу Да, конечно А так мы создаем рабочие места Мы знаете, мы вообще очень много создаем рабочих мест, которые не производят производительного труда Самый примитивный пример У нас все бюджетники получают деньги из налогов Но у них сидит обязательно бухгалтер, юрист Который платит с их налогов налоги Наш квал звонков Шизофревые в открытом форме То есть мы создали кучу рабочих мест Которые для экономики не нужны Тогда давайте просто всех выгоним к чертовой матери из экономики И будем им платить Тогда это, знаете, тогда единственная у нас проблема Что мы пилим? Мы пилим тогда все дружненько Каждый бюджетник пилит бюджет Извините, он просто маленький такой Абрамович На всех, вот как пела Куджава, не хватает пряников Так может нам тогда вообще закрыть экономику как таковую И просто выдавать, пусть там, как в Северной Корее Одно пальтишко на пять лет У нас есть некое количество частной экономики? Нет, там два Два? Два, два Хорошо Демисезонные и зимние Шикуют Шикуют Да я предлагаю одно все-таки 730, 100 и 1 Алло, здравствуйте Алло Да, здравствуйте, задавайте вопрос, времени очень мало осталось Да, здравствуйте, меня зовут Марина Я вот сейчас прослушала все, что говорили про ИП И все-таки вопрос Открывать ИП или не открывать? Ни при каких обстоятельствах никогда не открывайте ИП Значит, в соответствии с российским законодательством Вы несете полную материальную ответственность за что бы то ни происходило Значит, если вы говорите Раньше, поскольку мы, понятно, что в публичном пространстве И там многие начнут там кипиш поднимать Но я предприниматель с 30-летним опытом У меня лицо безответственное Значит, раньше ИП открывалось для того, чтобы была хорошая обналичка Сейчас обналичка бессмысленна последние три года А ИП несет такое огромное количество рисков Поэтому всегда я за все годы в бизнесе на себе не вешал ни разу ИП Всегда были только ООА, акционерное общество закрытого типа, еще что-то ИП это петля на шее и выбитая табуретка Ни при каких обстоятельствах ИП не должно быть Не, ну слушайте, есть какие-то сферы деятельности, где без ИП тебя просто не возьмут на работу Например, кино Но ты просто, если тебя нанимают работать над фильмом А ты там звукорежиссер То ты обязан зарегистрировать ИП, потому что иначе тебя не возьмут Значит, тем компаниям, которые используют труд физических лиц Используя схему ухода от налогообложения и использованием ИП Рекомендую ознакомиться с судебной практикой, например, Тверской области Значит, если они пару раз так поиспользуют То до начисления налогов в полной форме И, мягко говоря, как минимум, там 199-198 уголовного кодекса И по ним плачет, а уж и 159-ю, то есть мошенничество к ним прилепят на раз-два Если вы, конечно, хотите жить Но кино-то тогда не будет в стране То, что они, еще раз говорю, вот у нас есть судебная практика Судебная практика показывает, что объединяют в группу компаний До начисления налогов Поэтому компании почему просят зарегистрировать Это такое же происходит в фитнес-индустрии Где людей заставляют регистрировать ИП Там для того, чтобы использовать этот режим Требуется недостаточное количество иных условий То есть не просто тупо зарегистрировать Там многие говорят, вот там пусть бухгалтер и юрист разбираются Ничего подобного Значит, генеральный директор этой кинокомпании И владельцы этой кинокомпании Сядет просто на долгие годы Потому что там требуется несколько условий Потому что люди, которые работают Они должны быть подтверждены, что они работают не в одном месте Что это не трудовой договор Потому что вот ИП будет пересмотрено как трудовой договор С доначислением налогов Основная логика вот этого схематоза, он один Что ИП платит меньше налогов А если нанять человека на трудовой контракт То есть на договор подряда или трудовой контракт Соответственно, там будет налогов почти 40% Вот эта разница в условный почти 30% И заставляет уходить, потому что кинопроизводство слишком дорого Предприниматель Дмитрий Потапенко в студии Серебряного дождя Продолжим через несколько минут Утренний лайф Дмитрий Потапенко под Серебряным дождем Много у нас вопросов, много звонков Да, вот один из самых распространенных Как вот самозанятых, о которых мы говорили Ловить-то будут Значит, схематоз, как вас будут ловить Значит, на что, основная задача не Как, вот почему я, извините, что будет длинный ответ Почему мы не, я всегда говорю слово И мы неверно употребляем слово государство Государство, основной признак государства Это концентрация насилия Функции насилия У нас, если вы посмотрите, насилие распределенное То есть у нас есть отдельно там Росгвардия, полиция, ФСБ, ФСО и далее везде Более того, это к каждому клану имеет это отношение напрямую Сейчас у нас появилась еще одна форма насилия То есть служба насилия Это банки Значит, почему важна была эта подводка Как вас будут ловить Значит, если у вас там вы сдаете квартиру Или оказываете услуги по клинингу Или еще что-то подобное Значит, помимо приблуды, которые будут, соответственно, вот это программное обеспечение Совсем недавно было, принимались законы, чтобы налоговая служба видела ваши счета То есть регулярный платеж от одного контрагента другому контрагенту приблизительно в одну и ту же дату Приблизительно одной и той же Сразу будут пробивать Ну, то есть, да, соответственно, вам будут предъявлять, что это у вас доход, что вы оказываете частной историей Наши власти, извините, этого слова у вас там нет, рукожопы с точки зрения экономического управления Поэтому они активно толкают наших людей в ту самую А, не то что черную зону, они толкают наш вечно зеленый кэш Раз В бартерной операции Два И в так называемые криптовалюты Три Поэтому благодаря им Собственно, вот как у нас тут господин Костин не что-то неверно ляпнул У нас люди сняли колоссальное количество триллионов, миллиардов, соответственно, долларов США из Сбера Поздравляю Не умеете управлять экономикой, не беритесь Совсем немного времени у нас осталось, давайте еще попринимаем звонки, потому что их просто бешеное количество Дмитрий Потапенко, напомню, под серебряным дождем в утреннем лайве Еще раз телефон на 7903-797-6333-СМС и 730-100-1-495, код Москвы Доброе утро Алло, здравствуйте Да, задавайте быстренько вопрос Подскажите, пожалуйста, Дмитрий Вот вопрос такой не из юриспроверенции больше, а из психологии Очень много попыток делать свой бизнес И ситуация сложилась так, что делать свой бизнес не получается А работать по найму не хочется Что посоветуете? Да уж, ну коллега, я сразу могу сказать, что предпринимательство это стиль жизни Хочется вам этого и не хочется, вам придется работать по найму Потому что вот именно предпринимательство это очень нудная системная работа И она существенно хуже, чем работа по найму Потому что работа по найму заканчивается с 9 до 6 А вот мы тут пока за кадром обсуждали, во сколько я просыпаюсь И многие знают, что я просыпаюсь в 3.30 В 3.30 выяснили Да, в 3.30 И именно поэтому, когда меня приглашают на Серебряный дождь в 7-8 Для меня это уже поздно, а для вас это только еще рано Вы не можете выключиться, вы этим живете Поэтому, если честно, формируется ребенок до 3 лет Уже, извините, в 14 вы получаете паспорт Если до этого не было навыков и не было предрасположенности Просто не морочите голову, придется работать по найму Следующий вопрос Доброе утро, вы в эфире Доброе утро Задавайте вопрос Да, задавайте вопрос Дмитрий, скажите, пожалуйста, сколько в этом году вы раз ездили за границу? И скажите, сколько раз вы выступали на ток-шоу? Спасибо Я думаю, что я ездил за границу с детьми, по-моему, дважды А выступления на ток-шоу... на ток-шоу или на конференциях? Просто разные вещи На ток-шоу Я думаю, что это не сильно могу посчитать Но думаю, что вот прошлый месяц было, по-моему, одно Я так оцениваю, вот конференции, поскольку я свой график иногда отслеживаю Это одна или максимум полтора конференции в месяц, не больше Давайте следующий, еще один успеем Звонок, это, скорее всего, будет уже последний Алло, доброе утро Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста Здравствуйте, Александр Я самозанятый, ну, репетитор Есть определенный счет в банке Вот поступления туда извне, как бы, перевозов нету Ну, я сам его... ну, деньги, которые я получаю наличные, я его пополняю Вот тут есть какая-то опасность При операциях со своим счетом самому Смотрите, опасности, скорее всего, нету Но я бы, честно говоря, вам не рекомендовал Значит, чем меньше о вас знает та функция под названием государство, тем лучше Вечно зеленый кэш, он спасает вас Потому что задача вот тех ребят, о которых мы только сейчас говорим Это создание большого брата Такого глубокого большого брата Ни для какого экономического интереса у них в этом нету Их задача все контролировать Они не понимают для чего, как этой информацией пользоваться Потом они просто ее тупо будут продавать, как продавали в свое время базы мобильных телефонов на перекрестках Дмитрий, вот такой вопрос задает Ирина из Курска Вчера его уже задавала У меня официально зарегистрированный бизнес, я плачу налоги И в том числе, как и прочие потребители косвенные Почему я должна платить налоги, а они нет? Своими рассуждениями вы ставите нас, тех, кто работает легально, на уровне глупых людей Как так можно? Ирина возмущена Ирина возмущена, Ирина, а почему вас не возмущает, что вы платите меньше налогов, чем нефтяная компания? Есть те, кто не платит налоги, а есть те, кто платит больше нас налогов Я тоже работаю в легальном поле и понимаю, что есть разные налоговые режимы Соответственно, вот осознайте, что есть были, есть и будет Вы, Ирина, платите очень мало налогов И поэтому, если бы здесь сидел представитель нефтяной компании и сказал Ирина, как вы можете? Вы платите такой нищенский процент налогов Когда вся страна в едином трудовом порыве содержит Какую-нибудь человека с зарплатой в 5 миллионов в день И вот совсем недавно он, как простой человек, решил жить в пятиэтажке Вот я тоже жил когда-то в пятиэтажке И он стал жить в пятиэтажке Честь ему и хвала Ирина, вы очень мало платите налогов Предприниматель Дмитрий вырубил Меня почему-то Дарья Гордея Предприниматель Дмитрий Потапенко В студии Серебряного дождя Утреный лайф подходит к концу Но Дмитрий Потапенко остается Потому что бесконечное количество звонков и сообщений Потому что всех нахлобучить хотят на ровном месте Поэтому его бесконечные вопросы Далее в эфире Что-то у меня есть какая-то проблема с микрофонами Да, друзья, далее в эфире программа «Мужские игры» Никиты Небылицкого И действительно, для Дмитрия ваши вопросы Вы можете продолжать отправлять на смс-портал Ватсап Еще на ближайшие полчаса С 11 до 11.30 Вторую половину часа Никит посвятит самым разным новостям В том числе и Произошедшему Трагическому событию В Риме с нашими болельщиками Да, это такой момент Конечно, не приятный Но тем не менее Надо обсудить Все, мы прощаемся Мы прощаемся Спасибо Вы пошли, а я остаюсь Да, мы пошли, а вы остались Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok